Проект благоустройства парка имени Зернова интересен саровским предпринимателям, и они готовы помочь сделать его центром притяжения горожан. Но еще в марте, озвучив администрации свои предложения, бизнесмены выдвинули свои условия для их реализации. Сюда надо канализацию подвезти, сюда надо электричество подвезти, сюда надо подвезти воду, хотя бы холодную. Холодную, отопление. И отопление, да, либо отопление, либо газ, чтобы люди могли свое помещение зимой использовать. Если мы это не делаем, тогда дальше разговаривать нет смысла. Подведут ли канализацию, электричество и прочее к территории, где будет располагаться набережная и лодочная станция, пока неизвестно. Поэтому представители администрации предложили рассмотреть идеальный вариант, когда все коммуникации уже подведены. Но тут возник следующий вопрос. Как будут регулироваться отношения бизнеса и власти, и не получится ли так, что после строительства предприниматели попросят освободить помещение? Часто, чтобы все ребята понимали, должны понимать, что это не собственное. Мы запрещаем с вами, что мы говорим на 5 лет. И цена там будет понятная, и она будет очень лояльная для бизнеса. Все свои проекты предприниматели детально распишут и передадут в администрацию, чтобы те, в свою очередь, передали ее разработчикам для подготовки технической документации. Реализация проекта благоустройства парка начнется в следующем году и должна закончиться в ноябре 2019-го. И воплотятся ли все задуманные идеи в жизнь, и превратится ли парк имени Зернова в место отдыха, подходящий всем горожанам, покажет время. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова